Начну с цитаты, ибо когда речь заходит о новых правилах финансовой сферы, то лучше пересказом не заниматься, а воспользоваться официальным документом. Итак, читаю. Во вторник, 28 апреля 2020 года вступил в силу закон Украины о предотвращении противодействия легализации, отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. В частности, закон изменил подходы к финансовому мониторингу, увеличив со 150 тысяч до 400 тысяч гривен сумму о проведении операции, в том числе перевоза средств за границу, о которой банки обязаны сообщать в Госфинмониторинг. Что же касается коммунальных услуг, то их отнесли к операциям с низким риском. Процесс и далее будет проходить без изменений, без дополнительной идентификации. Как, впрочем, оплата товаров и услуг, переводы с одной банковской карты на другую. Ведь ранее банки уже идентифицировали пользователей, а вот для того, чтобы внести более 5 тысяч гривен на карту другого человека, следует прийти в банк и показать паспорт. Понятно, что обыватель не возьмет в голову информацию о проведении операции на сумму до 400 тысяч гривен. Это пища для размышления предпринимателям и просто богатым рантье. Последние люди, живущие за счет ренты, то есть доходов, получаемых с капитала, по моим наблюдениям, как правило, живут за переделами Украины. А вот ограничение переводов свыше 5 тысяч гривен вместо 15 тысяч, что разрешалось до 28 апреля, И это уже касается более широкого круга людей. Тут и оплата за учебу, аренду помещения, оказание помощи старикам, родителям и так далее. Не знаю истинные причины такого жесткого решения, но точно могу предположить, что вступление в силу этого закона вызовет определенную нервозность у обывателей. Ну так у нас повелось. Если государство вводит какие-либо ограничения, то мы обязательно предполагаем очередную бяку со стороны власти. Надо ли это сегодня, когда население переживает не только боязнь перед коронавирусом, но еще и испытывает страх перед своим экономическим будущим. Впрочем, как сказал когда-то Джордж Орелл, люди с пустым желудком никогда не впадают в отчаяние. Собственно говоря, даже не знают, что это такое.